В эфире главные городские новости на нашем телеканале в студии Кристины Сорокина. Здравствуйте! В ближайшие полчаса самые актуальные и важные события этого дня и вот лишь некоторые темы выпуска. По стопам предков. Я казак, я рожден в России. Сын и внук и правнук казака! Как в казачьих школах, кубанские традиции сочетаются с современными занятиями. Идем с опережением. В этом году все будет уже у нас выполнено. Подключить будет новая дорога. Автомобилисты ждут обновления дорог. Где они появятся? Диалоги о зеленом. Лучшие предложения по озеленению Краснодара обсудили за круглым столом. Какие деревья и растения приживутся на кубанской земле? Рай для орнитологов или демография по птичье? На Краснодарской станции Юнатов Бэби Бум. Птенцы каких пернатых обычно не появляются осенью? Расскажем в сюжете. Залог хороших выходных – приятная погода. Можно прогуляться с семьей и друзьями. А случись в эти дни работы, настроиться на нее будет проще. И на радость горожан днем в субботу и воскресенье в Краснодаре будет преимущественно тепло. Но при этом облачно. А вот в ночное время мы уже будем чувствовать, что на дворе далеко не май. Средняя температура в ночные часы будет составлять в субботу около 7-9 градусов со знаком «плюс». В выходные дни температура воздуха ночью немножко поднимется, буквально до значений плюс 9-11 градусов. Дневная температура будет у нас на отметках порядка 21-23, то есть умеренно теплая. Кроме того, из-за достаточной влажности воздуха по утрам возможны туманы. Поэтому, если вы планируете ранние выезды, будьте внимательны вблизи, но не забывайте любоваться кубанской осенью. Она ведь у нас такая красавица. Краснодарская школа номер 60 – одна из крупнейших казачьих школ кубанской столицы. Сегодня образовательное учреждение активно сотрудничает с Союзом казачьей молодежи и выступает носителем традиционной местной культуры. Об особенностях обучения и воспитания подрастающего поколения расскажем в нашем следующем сюжете. Сегодня в Краснодаре действуют четыре казачьих школы. В самую большую из них мы приехали сегодня, чтобы показать и рассказать, какие удивительные уроки проходят здесь. Если ты казак, значит непроста, можно на тебя положиться. Значит молодец, смелый ты боец, и тобою можно гордиться. Это действительно необыкновенная школа. Здесь все говорит о традициях кубанского казачества. Еще в 90-х годах в Краснодарской школе номер 60 создали первые казачьи классы, а пять лет назад ей присвоили статус казачьей образовательной организации. На сегодняшний день в школе обучается 950 человек. Имеем 32 класса комплекта. Все классы казачьи. В нашей школе за каждым классом закреплен казак-наставник, который приходит и проводит с учениками один раз в неделю занятия. Во главе воспитания казачат – патриотизм. Любовь к отечеству педагоги прививают через знакомство с историей и традициями кубанского казачества. Наша школа давно занимается воспитанием казачат на основе кубанских традиций. Основной задачей нашей школы является духовное и нравственное воспитание учащихся, физическое и военно-патриотическое воспитание, а также воспитание гражданственности. Помимо этого, школа является пилотной в духовном воспитании. Каждую неделю к ребятам приходит священнослужитель и с согласия родителей беседует с детьми. Приверженность детей хотя бы православной культуре. Кто-то из них будет верующим, искренним христианином, кто-то, возможно, и не будет. У каждого свой выбор, но рассказать им о Боге, рассказать им об учении православной церкви, не рассказать им об этом нельзя. Иначе они останутся, как Иваны, не помнящие родства. Они не будут знать, из какого народа они вышли. Я считаю, что духовно-нравственное воспитание является одной из основных частей казачьего образования, которое состоит из веры, патриотизма и готовности защищать свое Отечество. Для нашей школы уроки ОПК и часы духовности стали неотъемлемой частью такого воспитания. Сердце школы – местный музей. Здесь ученики с удовольствием проводят свободное от занятий время. Музей хранит фотографии и документы истории школы, предметы старинного рукоделия, экспозиции времен войны, предметы быта и предметы старины. И если говорить о музее, то в первую очередь я должна поблагодарить детей и их родителей. Только благодаря им этот музей состоялся. Помещения, да, менялись, но все мы переносили бережно, старались сохранить. Дети всегда интересовались, что новенького музея появилось. А как воспитать маленьких казачат? Конечно же, через игры. Для этого в школе ежедневно по 40 минут на свежем воздухе проводят казачьи игрища. А еще ребята с удовольствием посещают вокальный кружок с названием «Эх, казачата». «Я казак, и я рожден в России, сын и внук и правнук казака!» «Нет земли дороже в целом мире, лучше, чем российская земля!» Казаки всегда были опорой страны и, конечно, Кубани. Они остаются ею сегодня. А такие школы продолжают и сохраняют традиции кубанского казачества. Оксана Ехимович, Павел Сагайдак, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». Возможно, именно эти юные патриоты примут участие в следующем всероссийском слете казачьей молодежи. А сегодня в Краснодаре завершилось пока только первое такое крупное событие. На официальное закрытие съезда приехали помощник президента России Анатолий Серышев, полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В рамках всероссийского казачьего слета проводился грантовый конкурс, на котором молодые люди представили свои проекты по развитию казачества. Лучшие инициативы получили поддержку в размере до полутора миллионов рублей. Очень рад такому формату общения. Уверен, что он очень эфирный и правильный. Я думаю, с легкой руки в вас сегодня мы запускаем процесс изменений в среде молодых людей вашего возраста. На этом пути я желаю вам быть смелыми, умными. Я благодарен вам, что вы приехали сегодня сюда и показали нашим старшим товарищам, что казачья молодежь сегодня осознанная, что она четко понимает, что происходит в стране и готова работать во благо нашей страны. Вениамин Кондратьев поблагодарил Анатолия Серышева за решение провести первый всероссийский слет именно на Кубани. Украя в этом направлении большой опыт, три года действует Союз Казачьей Молодежи Кубани, объединяющий больше ста тысяч человек. Объединение молодежи, консолидация молодежи – это единственное, что сегодня мы должны делать. Но это должна делать в первую очередь сама молодежь. Сама молодежь. Вы прекрасно знаете, как можно досучаться до своего сверстника на понятном ему языке. Вы должны стать авангардом. И не перекладывать эту миссию, миссию, если хотите, на другие плечи, на других, потому что вы сегодня в этом зале. И ответственность за будущее казачества, в том числе и на ваших плечах. Я рад, что у нас сегодня есть Союз Казачьей Молодежи Кубани, Союз Казачьей Молодежи России. Я уверен, что самое главное – первый шаг сделан. А за вами, коллеги, второй и последующие шаги. Молодые казаки активно участвуют в волонтерском движении и всегда первыми приходят на помощь после ЧАЭС. Также Краснодарский край считается лидером в стране по качеству казачьего образования. Теперь городской повестке. Более 970 квадратных метров дорог отремонтировали за две недели в краевой столице. Это 10 участков, на которых рабочие латали ямы и трещины. Дороги в Краснодаре всегда находятся под пристальным наблюдением городских властей. В этом году капитально отремонтировали десятки километров улиц. Столько же приведут в порядок в следующем. Для увеличения их срока эксплуатации проводят текущий ремонт асфальта. С начала года ямы и сколы ликвидировали на 320 участках общей площадью 67 тысяч квадратных метров. На каких улицах уже провели такие работы, можно узнать на сайте Департамента транспорта и дорожного хозяйства в специальном разделе. Перейдем к конкретике. Сегодня утром во время рабочего объезда глава Краснодара Евгений Первышев лично проверил, как идет ремонт на двух улицах Чкалова и Постовой. Где сейчас слышен звук дорожного перфоратора, как водители реагируют на временные неудобства и где вместо забора появится зеленое ограждение, расскажем в сюжете. Ремонт – дело тонкое. И красоту навести надо, и качественно все сделать. И темп не терять, чтобы жителям было комфортно. Мы, кстати, решили спросить краснодарцев, готовы ли они потерпеть временные неудобства. Ну, готовы, конечно. Когда отремонтируют, то будет все прекрасно. Надо делать, а что делать? Будем терпеть, ждать. Двигаемся как-то, все нормально. Здесь, в принципе, всегда пробка, и особо больше ее не стало из-за ремонта, поэтому делают быстро, в любом случае нормально. В большинстве своем городские дороги уже как новенькие. А на участке от Седина до Октябрьской по улице Постовой работа еще кипит. Здесь по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год обновляют километр дорожного полотна. Комплексный ремонт стартовал в конце сентября, а завершить планируют к середине ноября. Здесь уже снято старое покрытие проезжей части, выполнена фрезеровка и уложен нижний выравнивающий слой асфальтобетона. Завершается и восстановление плитки на тротуарах. Участок такой ответственный, в центральной части города он находится. Здесь роль большую играет работа общественного транспорта, трамвая, поэтому как раз по части путей у нас проходит асфальтировка, замена асфальта, в том числе уплотнение. Наверняка после ремонта улица понравится и краснодарским эстетам. На участке от Седина до Комунаров вместо металлических ограждений вдоль дороги планируют создать зеленые зоны, а точнее сформируют участки для высадки кустарников. Напомню, заменить серые заборы на живые зеленые ограждения предложил мэр краевой столицы. Тем временем улицу Чкалова планируют отремонтировать также по нацпроекту БКАД. Перемены к лучшему ждут участок от Северной до Гоголя протяженностью полтора километра. Улица действительно является одной из главных таких городских артерий. Она вроде как бы второстепенна, но тем не менее здесь трафик очень большой, потому что в центральной части города мы можем проехать и попасть сразу же на Кубанскую набережную. Но надо ее ремонтировать. В планах она стояла следующего года, 21-го. Нашли возможность как раз передвинуть денежные средства. То есть здесь слова благодарности Министерству транспорта Краснодарского края за их участие в согласовании редких видов работы. И мы переносим. И, соответственно, в этом году все будет уже у нас выполнено. Под ключ будет новая дорога. Сейчас работы идут на участке от улицы Северной до Длинной. Полностью установлены новые бордюры, продолжается замена люков-колодцев. На всем протяжении проезжей части уже уложен нижний слой асфальтобетона. И люди такие перемены не могли не заметить. Отличное решение. Я сколько езжу здесь на работу. Я всегда думала, почему все улицы ремонтируют, кроме Чикалова. И сейчас за нее взялись очень хорошо. Мне очень приятно, что эту улицу ремонтируют. Давно надо было это сделать. Потому что тут дорога как после бомбежки. Нужен, конечно же. Она очень была плохая, хуже Новороссийской, которую хорошо сделали. Поэтому этот ремонт уже давно-давно ждем. Ремонт стартовал в конце сентября. Завершить его планируют уже через 2-3 недели. На всем протяжении выполнят ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части. Заменят люки-колодцев, приведут в порядок подходы к пешеходным переходам. На них уложат тактильную плитку, установят новые дорожные знаки и нанесут разметку. Анна Григорьева, Анна Володина, Михаил Дроздов и Юлия Дайнега. Телекомпания «Краснодар». Зеленый каркас краевого центра такой разнообразный и богатый. Но в планах у города еще больше. Липы, тополя или все-таки павловния? Какие растения и деревья лучше всего сажать в кубанской столице? Об этом сегодня говорили за круглым столом представители городской администрации, ландшафтные архитекторы и общественники. Все секреты о зеленении Краснодара раскроет наш корреспондент. Еще не так давно, лет 50 назад, Краснодар засаживали тополями, чтобы приглушить зеленью листвы палящее солнце. Деревья приживались хорошо и росли быстро. Нам и досталось все это зеленое, но уже не молодое наследство. Но современному городу такой наряд не к лицу. Сейчас те тополя, которые высаживались ранее, они достигли своего критического возраста жизни, когда их необходимо убирать уже. То есть они падают, ломаются и так далее, наносят вред. И сейчас, соответственно, мы активно убираем. Краснодар в плане живучести растений – город уникальный. У нас прекрасно себя чувствуют тюльпановые деревья, ленкаранская акация, платаны и груши шентеклер. Не пользоваться этим, как минимум, странно. Краснодар – еще масса других пород. Чем хорош, на мой взгляд, Краснодар – то, что у него в свое время были заложены целые улицы из разных пород. Я с удивлением смотрел в прошлом году, часто уже, когда провыкнув все равно, смотрят, когда идешь по улице и видишь, как улица оформлена пирамидальным дубом. Честно говоря, я благовею перед этим. И он живой, и он здоровый. Конечно, красиво смотрелось бы у нас, например, павловня, но это в теории. Она, во-первых, цветет не так часто, как хотелось бы, а во-вторых, требует к себе слишком щепетильного внимания. А вот ликвидамбар подойдет идеально. Сохраняет цвет листа несколько месяцев, да еще и меняет его от нежно-зеленого весной до ярко-красного поздней осенью. Рассуждая о том, как и чем будет свести будущий весной южная столица, специалисты предлагали разные варианты. Но в результате диалога картина получилась интересная. Но, во-первых, плодородие краснодарской земли нужно использовать. То есть разнообразие растений, цветов и деревьев у нас будет и впредь. Выбирать эти насаждения нужно так, чтобы они как можно дольше радовали глаз. Ну и третье, аллеи в городе нужно создавать сводные. Тени прохлада – вот два главных условия, которые должны соблюсти наши озеленители. Аня Камелик, Анна Григорьева, телекомпания «Краснодар». Теперь к другим темам. Никаких всплесков и роста тарифов не будет. И речь сейчас о тарифах в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сегодня журналистам сообщил Сергей Шуляк. Мы должны принимать так тарифные решения, чтобы обеспечить с одной стороны соблюдение среднекраевого индекса роста в размере 4%. И по муниципальным образованиям, по отдельным, но не по всем, на 2021 год планируется еще 2,6% прироста. В любом случае отрасль обращения с отходами будет развиваться и будет развиваться исключительно в направлении извлечения полезных фракций из мусора. Потому что мусор бытовой – это просто кладезь всего. И развивать эту тему можно бесконечно. Не ограничиваться изготовлением ручек или пакетов каких-нибудь. Очень большие перспективы открываются. Но для этого условия нужно создать. Нужно, чтобы коммунальная услуга заработала везде, для того, чтобы региональный оператор получал доходы и, соответственно, мог строить свои планы на будущее. Опасения, по мнению специалистов, вызывают четыре зоны – Абинская, Мостовская, Тихорецкая и Усть-Лабинская. По ним еще не отыграны конкурсы и не выбраны региональные операторы. Хотя с начала 2021-го они должны приступить к деятельности. В целом, в нашем регионе ежегодно образуется порядка 2,5 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Каждый день муниципалитеты края, а их, отмечу, 44, от мусора очищают 850 мусоровозов. Все машины оснащены системой спутниковой навигации, благодаря которой работа недобросовестных перевозчиков, оставляющих отходы в неположенных местах, напрочь исключена. Напомню, на территории края 12 лицензированных полигонов. Еще два объекта в Брюховецком и Курганинском районах допущены к эксплуатации до 2023 года. На протяжении последних лет цифровые технологии активно внедряются в сектор государственного управления. В электронный вид переведены 158 государственных и более 8 тысяч муниципальных услуг. Благодаря электронному документообороту во всех краевых органах ЕМФЦ сократилось время обработки обращений граждан на 30%. А накануне в Краснодаре клуб стратегических инициатив организовал площадку для диалога, где присутствовали руководители края, депутаты и представители КубГУ и ОСИ. Те программные комплексы, которые сегодня делаются в Краснодарском крае, в том числе и в системе государственных и муниципальных услуг, это электронный документооборот, начиная даже с такого небольшого уровня, все делается IT-компанией именно Краснодарского края. Поэтому за этой отраслью, безусловно, будущее ее нужно развивать. Отдельно в ходе заседания обсудили вопрос подготовки IT-кадров, а также реализацию национального проекта «Цифровая экономика». Необходимо отметить, что поддержку отрасли информационных технологий в крае закрепят на законодательном уровне. Так, совместно с законодательным собранием края на уровне региона прорабатывают законопроект, который будет регламентировать развитие и механизмы поддержки IT-отрасли. Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, впереди еще много интересных новостей. Невозможно остаться равнодушным. Вы можете стать ангелом-хранителем для краснодарского малыша с очень редкой болезнью. Рай для орнитологов или демография по птичье? На Краснодарской станции ЮНАТО в Бэби-Бум. Птенцы каких пернатых обычно не появляются осенью? Расскажем в сюжете. Это Краснодар Сегодня. Спасибо, что остались с нами. Срочно требуется миллион добрых сердец. Обычно мы рассказываем вам новости и очень редко обращаемся за помощью. Но сегодня просто не можем остаться в стороне. Маленькому жителю Краснодара, марку Угрихелидзе, требуется наша с вами поддержка. У красивого и жизнерадостного мальчугана обнаружили страшную болезнь. Диагноз СМА – спинально-мышечная атрофия второго типа. Это поломка на генном уровне, которая вызывает поражение участка нервной системы, отвечающего за движение мышц. Если ребенок не получит необходимого лечения, он может не дожить даже до 4 лет. В нашей стране по статистике рождается около 200 деток с этим редким заболеванием. Есть лекарство, которое может приостановить прогрессирование болезни, но не вылечить его. Спасение только одно – укол препаратом Золгин СМА. Если найдется миллион человек, каждый из которых перечислит всего по 165 рублей, то получится сумма, которая позволит спасти жизнь маленькому краснодарцу Марку. В других регионах есть примеры, когда все вместе люди спасали деток с таким диагнозом. Давайте и мы попробуем. И прямо сейчас мы хотим показать ролик, который нам прислала мама Марка – Марина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте, меня зовут Марина. Это мой сын Марк. У нас есть надежда, и мы решили попробовать. Мы открыли сбор средств для спасения нашего сына. Эта сумма просто неподъемна для нашей семьи. Продав все и набрав кредитов, нам просто не хватит денег, чтобы купить это лекарство. Мы не можем упустить этот шанс. Судьба и так сыграла с нами злую шутку, наградив Марка страшной болезнью. Таких деток часто называют смайликами. Но смайликами не из-за того, что они жизнерадостные, а из-за того, что эта болезнь называется СМА – спинально-мышечная атрофия. От этой болезни есть один укол. Укол ценой 2 миллиона долларов. Мы открыли сбор в соцсетях, так как фонды нас не поддерживают. Мы надеемся только на вас. СМА – спинально-мышечная атрофия. Очень надеюсь, что благодаря отзывчивым людям мальчик сможет побороть и этот страшный недуг. И, кстати, о недугах перейдем к коронавирусной статистике. На 10 больше, чем вчера. На Кубани за последние сутки положительный диагноз на COVID-19 получили 112 человек. Из них краснодарцев чуть меньше половины, их 45. Среди новых пациентов – дети от 5 лет и пожилые люди – до 79. На сегодня краевые лаборатории провели более миллиона 300 тысяч тестов. Всего положительных за время пандемии выявили свыше 16 тысяч. В Краевом Минздраве уверяют – ситуация под контролем. И это самым прямым образом связано с весенними ограничительными мерами. Возможно, они казались довольно жесткими, однако принесли пользу. И сегодня в подобных мероприятиях просто нет нужды. Тогда мы совершенно не знали, что это за инфекция. И спасибо, что мы его ввели тогда. Это позволило в первую очередь подготовиться к здравоохранению. Во-первых, подготовить кадры. Потому что мы не знали, как лечить, чем лечить. У нас за эти 7-8 месяцев Минздравом России было подготовлено 8 методических рекомендаций по лечению COVID-19. Теперь это у нас, спасибо государству, все есть. Теперь мы знаем, как лечить. Теперь мы уже четко знаем, сколько процентов у нас в среднем идет тяжелых больных. Со средней степенью тяжести. В удовлетворительном состоянии. Добавлю, на сегодня в Крае все медицинские организации, обеспеченные аппаратами ИВЛ и ЭКМО. Необходимыми медикаментами для лечения коронавируса. Также есть запасы средств индивидуальной защиты, как для врачей, так и для населения. Теперь о хорошем, о праздниках. На этих выходных у сотрудников Краснодарской таможни их сразу два. В воскресенье день образования структуры, а в субботу 30-летний юбилей Краснодарской таможни. Немного статистики и о самой работе расскажет мой коллега Сергей Овчинников. Как вы думаете, как давно начали собирать деньги за то, что товары из одной страны переезжали в другую и там же продавались? 30, 100, тысячу лет назад? Как бы не так. В 907 году князем Олегом с грека взымается мыто. Или как бы мы его сейчас назвали, торговый сбор. Ничего не напоминает? 24 октября сотрудники Краснодарской таможенной службы празднуют свой юбилей – 30 лет. Эти люди в строгой зеленой форме занимаются экономической безопасностью и защищают национальные интересы нашей страны. Краснодарская таможня – огромная корпорация, которая каждый год пресекает незаконный перевоз через границу культурных ценностей и наркотиков. Она укрепляет экономику не только региона, но и всей страны. Наш регион очень динамично развивающийся в экономическом плане. И наличие таможни – это такой маркер удобства для бизнеса, маркер для промышленности. Давайте не забывать, мы же еще и сельскохозяйственный крупнейший регион в стране. В преддверии праздника около самого здания установили стелу в честь юбилея Кубанского управления, а на фасаде – таблички с памятной датой. Сегодня это ведомство по праву является одним из важнейших механизмов государственного регулирования внешней торговли и пополнения бюджетных доходов. Краснодарская таможня объединяет 12 таможенных постов по всему краю. Используя новейшие технологии, они наполняют бюджет страны и защищают ее интересы. Без их слаженной работы невозможно представить развитие Кубани. Сергей Овчинников, Андрей Токмаков, телекомпания «Краснодар». А сейчас о долгожданном веби-бум случается не только в мире людей. Недавно сочинцы хвастались тем, что у них в Дендрарии вылупилось аномальное количество птенцов. Мы решили поговорить с краснодарскими зоологами и узнать, как дела у городских пернатых. И отправились на станцию ЮНАТОВ, она же эколого-биологический центр Краснодарского края. Птичьими новостями поделится Анна Володина. Станция ЮНАТОВ в Краснодаре – место, любимое многими. Здесь обучили не одно поколение маленьких защитников природы и вырастили почти столько же представителей фауны. Несмотря на сложную эпидемиологическую остановку в этом году, исследовательская практическая деятельность не прекращалась. И зоологи, то есть преподаватели, обучающиеся нашего центра, вывели несколько десятков, более ста птенцов различные виды кур. Благодаря хорошему уходу животные птицы здесь чувствуют себя прекрасно и даже размножаются в неволе. Весной появились птенцы у белых лебедей, летом обзавелись потомством павлины. А вообще в эколого-биологическом центре около 15 видов пернатых различных пород. Здесь у нас находятся голуби, попугаи различных пород, неразлучники. И немножко наблюдается, конечно, бэби-бум у голубей. В этом году довольно-таки много птенцов вывели, и все они выжили. Главная гордость и дива этой осени – птенцы диких мускусных уток. Они родились недавно и пока живут в помещении. Лебеди, которые делят с родителями утят водоем, могут их обидеть. Но, несмотря на это, у маленьких птичек уже проявляется природный инстинкт защиты от хищников. Они разбегаются в разные стороны. И, значит, кто-то из них останется живым. Видите? Действительно. В разнобой. В разнобой, даже в разные рамки. На вопрос, почему птицы так активно размножаются этой осенью, местные специалисты разводят руками. Говорят, возможно, причина в очень теплых погодах. Но если бы птенцы родились в диких условиях, они бы вряд ли выжили. Здесь наличие корма, кормовой базы. Также теплое утепленное помещение. Ну и освещение. И все это складывается, и они выживают. Ну, все выживут. Однозначно. После общения со специалистами центра у нас появилась еще одна версия этого самого пернатого бэби-бума. Подумайте сами. Пандемия, отсутствие большого скопления людей, тишина и покой. А что еще нужно для того, чтобы утята родились? Анна Володина, Андрей Токмаков, Юлия Дейнега, телекомпания «Краснодар». Кстати, именно в тот момент, когда наша съемочная группа снимала этот сюжет, и началась спецоперация по спасению павлина, сбежавшего несколько дней назад. Нам удалось сделать несколько фото и видеокадров, на которых видно, как павлин сначала сидит на дереве, и его пытаются снять спасателя с помощью пожарной лестницы. Но поймать птицу оказалось не так-то просто. Птица перелетела на крышу ближайшей многоэтажки, но и там в течение часа не сдавала позиции. Спасибо уже знакомому нам зоотехнику Александру Веретенникову, он принес специальную сеть, с помощью которой удалось поймать беглеца. Напомню, павлин почти шесть дней просидел на дереве, отказываясь от воды и пищи. Чтобы спасти питомца от истощения, сотрудникам эколого-биологического центра пришлось вызывать спасателей. Сейчас, как нам сообщили, с беглецом все хорошо, и павлин чувствует себя прекрасно. Такими вот трогательными новостями мы заканчиваем наш эфир. Еще больше важных и интересных новостей находите на нашем сайте tvkrasnodar.ru и на страничках в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Хороших выходных и увидимся на Главном городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин